Я называю Сочи вот именно это место городом будущего, как в Америке есть Флорида, у нас такая своя Флорида. Очень боялись, что после Олимпиады что-то опять испортится, может быть, будет как-то грязно или что-то, ничего подобного. Город чистый, европейский, с российским колоритом. Первое, что меня поразило, это, конечно, дороги. Потом меня поразил и аэропорт, и железнодорожный вокзал. То есть это очень важные вещи, по которым ты встречаешь город. В Тимаресе Шайба открывается детская школа сочинского фигурного катания. Во дворце Большом. С следующего сезона стартует хоккейный клуб, которому привлекли достаточно больших звезд. Люди приезжают на поезде. Гости парка тут же оказываются в отеле. Пешком проходят по вот этим замечательным мостам и заходят в наш ледовый дворец. Многие олимпийские чемпионы, и Алексей Егодин, Татьмянин и Маренин, Роман Костомаров, все они будут выступать сейчас здесь, в нашем спектакле. И, конечно, они уже были олимпийскими чемпионами, но не дома. А тут хотя бы чуть-чуть постоять как бы на домашнем льду. При всей своей огромной масштабности ледовый дворец Айсберг внутри очень уютный, очень продуманный, очень хороший свет, хороший звук. Спектакль, с которого мы здесь стартуем, это спектакль, который уже был показан в Москве, он был показан в Лондоне, он был показан в Шанхае. Но в планах создание абсолютно оригинального проекта, который бы представлял именно исключительно Сочи, был исключительно сделан под вот этот замечательный ледовый дворец. Такое шоу можно будет увидеть только здесь, чтобы люди, желая приехать в Сочи, понимали, что здесь они увидят то, что они увидят нигде в мире. Все люди рождаются в совершенно разных странах. в разных условиях, воспитываются по-разному. Но главные проблемы взаимоотношения мужчины и женщины вообще, они все абсолютно одинаковые. Вся эта история, наверное, в большей степени все равно о любви. О девушке, о каком-то волшебстве, в роли Чаплина. Как-то вот о жизни, о любви, скажем так, если это сказать. Будет история любви. Романа Касамарова и Оксаны Домниной. Это вообще так удивительно. Ведь они же и в жизни муж, и жена. Я представляю, какие они чувства испытывают. Ну, здорово. И с юмором все, и красочно, и ярко. У нас же русский человек, он любит как? Чтобы вы думаете, масштабнее? Правильно? Но почему-то никто этого себе особо не позволяет бояться. А вот я, вербу, смог и сделал. Нет, мы завтра не едем домой, потому что нас явно полюбили. Целый день проходил на жаре и попал сегодня во дворец, да? И на такой праздник еще. Да это ж лучше не придумать. А потом вышел и погнали. Субтитры сделал DimaTorzok